Всем привет! Сегодня рассмотрим установку ArchMerch из моей кладовочки, как это все дело делается. Вот под видеороликом имеется словечко скачать сборку, нажимаете здесь, попадаете вот сюда. Правой кнопкой мышки нажимаете скачать, и вот здесь такая фразочка, подождите пока мы создаем архив. Итак, ну 14, ну 26 я напишу. Три минутки ушло на создание архива. Ну теперь сохраним все это дело. Вот что я делаю. Нажимаю на паузу, у меня есть очень хороший загрузчик файлов, который можно установить из менеджера программ, называется он UGET, вот оно. И я, значит, копирую правой кнопкой мышки, адрес ссылки копирую, добавляю его, выбираю где сохранить, в загрузках, и беру вот так вот, копирую название. Вот, скопировал. И вставляю название вот сюда. Запустить сразу. Вот он и пусть себе, как говорится, и грузится. Значит, загрузка началась, у меня сеть не очень быстрая, загрузка началась 14.27, ну подождем. Ну, пока идет скачивание, я сделаю разметку жесткого диска и выделю под это дело 50 гигабайт, мой стандартный размер для всех тестируемых сборок. Ну, 50 умножить на 1024 равняется, вот, 51 200, эту циферку. Я, значит, вот, правой кнопкой, новый раздел, вместо вот этого вставляю, перескакиваю в это окошко. Ну, а здесь в названии могу написать там, мерч, могу написать, арч мерч, добавить, применить, и, как говорится, вперед из песни. То есть, если вы хотите получить точные цифры, то нужное вам, скажем так, количество должно умножаться на 1024. Там хоть 20, хоть 30, хоть 100 гигабайт, умножайте на 1024, и при разметке, вот, указывайте вот здесь. Вот, 50 гигабайт вы и получите. Ну, а дальше, когда сборка, значит, скачается, мы ее развернем, запишем на флешку, даже, даже без флешки, а сразу установим программой QT5FS-архивер, сразу на 8 раздел жесткого диска. Пока еще идет скачивание, вот, несколько добрых слов о программе для скачивания больших файлов UGET. Ставится она вот отсюда, из менеджера программ. Набираете здесь UGET. Ну, вот, у меня пишут, что он уже установлен. А вы, значит, нажмете на у себя кнопочку установить. Вот и все. Могу сказать, что, что за все годы использования Linux'а на самых разных дистрибутивах, у меня эта программа, там, где она ставилась, работала и работает, как часики. Очень надежный, значит, менеджер загрузок. И наряду, значит, с Transmission, Transmission хорошо качает, значит, Torrent-файлы. Эти две программы рекомендую вам использовать для скачивания файлов больших размеров. Вот, за все эти годы, ну, не единого нарекания. Бывали обрывы в сети, бывали обрывы, значит, электричества. Когда все это дело восстанавливалось, шел UGET, нажимал продолжить закачку, и он скачивал все, как говорится, один в один. Вот его основная, как говорится, прелесть. А скачивание через броузеры, файлов больших размеров, там, бывает, всякие глюки. Поэтому, если файл больших размеров, я вам рекомендую использовать UGET. Просто, все на русском языке. Можете определить на директории, куда все это закачивать. И качайте себе, как говорится, на здоровье. Итак, скачивание закончилось. Ну, у меня сеть медленная, и заняло это, считайте сами. Сейчас вот, 15, черточка, 13. Ну, тут я еще и другими делами занимался, сеть перегружал. Ну, тем не менее, довольно-таки долго. Ладно, чем теперь займемся? Я закрываю UGET. И иду вот сюда, на рабочей, в загрузке, по-моему, мы его помещали. Так, на рабочем столе, где-то, похоже, в загрузках. Вот он он, голубчик сидит. FSA от 7-Zip. Вот я распаковать сюда, нажимаю. И пусть он себе тут распаковывается. Ну, а теперь пойдем вот сюда. Пишет, невозможно отобразить содержимое папки. Вот. Встаем на первый файл, на самый правой кнопкой мышки. И распаковать сюда. Ну, и ждем. Ну, а пока он там распаковывается, вот в файлике, в котором, значит, вы скачали папочку ArchMerch, значит, вот есть установка загрузчика. То есть, даже без вишенки, вот вы можете пользоваться этими командами. Файлик абсолютно крошечный. И я его, да, на рабочий стол помещу, господи. И маяться не буду. Вот он на рабочем столе. И теперь, значит, вот этот файлик я просто-напросто вот возьму и открою. Дальше объясню почему. Вот смотрите, значит, файлик развернулся. И я его тоже возьму и скопирую на рабочий стол. Вот как и что, значит, мы будем делать. Мы установим, значит, этот файлик на восьмой раздел жесткого диска, где мы 50 гигабайт разметили под ArchMerch. После установки запустим вот эти вот две команды. Ведь его нужно будет подцепить или присоединить, вставить в меню загрузки. Вот. Значит, поэтому пока тут, значит, он заканчивает копирование на рабочий стол, я, значит, запускаю файлик в программу QT5FS Archiver. Ну, завожу пароль. Нажимаю на восстановление. Куда? На восьмой раздел. Ну, а откуда? Вот сейчас подождем, пока он толком не скопируется. Нормально все. Ну, вот он уже заканчивает копироваться на рабочий стол. Хотя можете поместить его даже в корневую директорию, без разницы. Идем в Home. Идем в User. Идем на рабочий стол. А вот этот файлик наш. На восьмой раздел. Восстановить. Ну, что? Восстанавливаем. Не совпадает. Да ради бога. Все равно продолжить. Вот, видите. Значит. Не хочет он восстанавливаться из папочки Home. Ай-ай-ай. Ой-ой-ой. Что делать? Да ничего. Вот. Беру его. Да даже просто вырезаю. И вставляю его вот сюда. Открываю как рут. И вставляю сюда. Вот. Пусть он голубчик, как говорится, и здесь и находится. Вот. Теперь давайте посмотрим, как здесь это будет работать. Потому что, когда мы пробовали с рабочего стола его восстановить, очевидно, русские блоковки, он не очень-то любит воспринимать. И поэтому, вот, ничего сюда не восстановилось. А вот теперь попробуем. Попробуем здесь, в Home. Это вот я уберу. Вот этот красавчик. Все то же самое, на восьмом разделе и так далее. Восстановить. Да не совпадает, не совпадает. Какая разница? И пошло восстановление. То есть, видите, название, значит, папок на русском языке. И все. И ничего не сделать. Но когда перекинешь все это дело в корневую папку Home, где папка называется по-английски Home, этот файлик, то восстановление идет, и идет довольно-таки живенько. И когда, значит, мы вот здесь вот откроем G-Partied, когда закончится восстановление, то здесь мы уже увидим, сколько реально занимает файлик ArchMerach в развернутом состоянии. И так, значит, заканчивается восстановление раздела, на котором будет установлен ArchMerach. Затем, значит, вот, получаем сообщение, что все это дело сделано. Ну, берем, пересканируем разделы и посмотрим, что у нас тут имеется. Вот, в развернутом состоянии, значит, ArchMerach занял 9 ГБ. Ну, что я могу сделать? Ну, метку поставить, опять-таки, по новой. ArchMerach. Применить. Пусть применяет. Вот, название раздела ArchMerach. А теперь, что сделаем? Значит, все это дело установили на раздел, но чтобы он появился в загрузочной записи и загружался, нужно сделать следующее. Как говорится, не слезая со стула, придется завести вот эти вот команды. Поскольку у меня раздел называется основной SDA, то я и буду восстанавливать его на SDA. Если у вас там SDD, SDC и так далее, ну, поменяйте буковку A на другую. Нажимаем Enter. Заводим пароль 1. Это вот команда номер 1. И когда она закончится устанавливать все это дело, мы вставим другую команду. Вот, вставляем обновить загрузчик. И вот здесь самое главное, чтобы, значит, ArchMerach появился в меню загрузки. Найден, пишет, на восьмом разделе. Ну, и прекрасно. Вот, когда окончательно, значит, все это у нас дело появится, он найден. А я сейчас перезагружусь и уже с ArchMerch попробую показать вам, значит, вот как при помощи программы ArchMerch мы все это дело восстановили. Итак, ArchMerch загрузился. Как видите, значит, очень красивый Арчик. И у него, значит, в отличие от других Арчиков, имеется очень прекрасный центр графических, графический центр приложений, значит, через которые, значит, там можно устанавливать большинство из программ, ну, по типу менеджера приложений. Единственный нюанс, вот, посмотрите, вам что-то нужно найти, вот, нужно вот здесь вот нажать на лупу и поискать приложение, которое вы хотите установить. А даже КТ-5 FS-архивер оставится, как говорится, без особых проблем. Значит, просто я вот хотел показать, как устанавливаются программы при помощи FS-5 КТ-5 FS-архивер значит, на другие разделы жесткого диска. То есть, тут в традиционном понимании, ну, вот, нету там изобраза, как его скачать, там, как на виртуальной коробочке посмотреть и так далее. Ну, по типу, значит, вот, веришь, не веришь. Ну, я вам показал вот конкретно, что из своей со своей кладовочкой я все это дело загрузил, распаковал и установил на жесткий диск, на раздел жесткого диска. И вот я на разделе жесткого диска, значит, пожалуйста, вам показываю. Вот, давайте посмотрим, где я нахожусь. Чтобы было, как говорится, без дураков. Вот, смотрите, здесь вот написано 50 гигабайт, занято там пятнашка, свободно вот столько. Вот оно. Хотя здесь мне показывает, что занято всего лишь 9 гигабайт и свободно 40. да, без разницы. Просто вот он взял и установился. Единственное, что, ну, вот, посмотрите, не подсоединен swap файл. Вот. Не подсоединен. Ну, и что? Ну, не подсоединен, не подсоединен. Значит, возьмем, посмотрим информацию о нем. Вот. Скопируем эту информацию. Пойдем теперь файловым менеджером. Что у нас тут? Сунар. Ну, давайте Сунар возьмем. Пойдем в раздел ETC. Откроем его как root. Единичку нажмем. и поищем файлик fstab. fstab. Вот он. Значит, ну что? Вот посмотрите. Значит, вот вместо вот этого свопа написано своп. Вот мы сюда вставим еще разочек. Вот. b, там 19. Ну, вставим вот это значение. Видите, оно поменялось. Значит, что нужно сделать? Сохранить. Вот практически и все. Дальше, значит, нужно будет его подсоединить. Подсоединить можно будет, значит, следующим образом. Сейчас я только посмотрю, что у нас тут на этом поставили мы открыть файл черри 3. Вот здесь я заведу подсказочку swap. Там команда была в терминале, чтобы подключить swap файл. Вот, смотрим, как подключить. После того, что мы сделали, вот, в терминале нужно набрать вот эту команду сюда swap on A или A. Смотрите сами, как вам нравится. Пока, вот видите, не подключен. Значит, да и здесь тоже вот в Gparted еще раз покажу, что пока он не подключен файлик. у пользователей swap файла они могут быть находиться на разных разделах, поэтому умение его подключить вот надо так делать. Значит, ну что, терминал и подключить swap файл. Пароль заведем. вот посмотрите, четверочка здесь появилась. То есть, мы swap файлик подключили. Если теперь мы пересканируем устройство, вот, обновить список устройств, то вот этот swap файлик у нас окажется подключенным. Смотрите. Вот. вот таким вот образом. То есть, swap файлик у нас нормально, значит, вот подключен и практически вся сборка ArchMerch, скажу еще раз, что очень красивая сборка, она у нас оказалась, как говорится, ну что, подключенной. С момента публикования, значит, сборки может пройти какое-то время. Что вам нужно будет сделать? Вот. Обновление и проверить. Затем, значит, как итак, я запустил менеджер обновлений и тут он кучу чего, что предлагает обновить. Ну, а кто против? Выделить все. и применить. Ну, единичку заведем. Пусть он их себе, как говорится, и обновляет. Во время обновлений вот могут быть найдены конфликтующие файлы. ну, что, ничего. Опять-таки, выделяемся, применить, дальше, и вперед из песней. Можно посмотреть, какой, значит, пакет конфликтует и исключить его из обновлений. Вот, у меня конфликтует, значит, файлик ArchMerch PiperMenu Git Application ConkyZen Desktop будет по адресу usr.share.application.conkyz.et Ну, пойдем с унером, пойдем в usr. Вот, в share. Applications и поищем ConkyZen Desktop. Ну, я, по крайней мере, вижу только ConkyZen. Ну, давайте попробуем ConkyZen, попробую я его удалить не удается. Так, ну, это понятно. Если мы теперь зайдем в эту папочку как root. Вот, как root. Ну, давайте попробуем, уберем этот ConkyZen, что получится. Закроем. По новой. Ну, и пишет, что начинает обновляться все. Ну, если начинает обновляться, подождем. Ну, вот, еще одну запись получаем. Ну, что сделаешь? Ну, давайте закроем, посмотрим, проверим. Пишет, система обновлена. Ну, мы народ вредный. Я сейчас вот на коночках что-нибудь потемнее подыщу. Ну, вот так хотя бы. Чтобы было видно, что вот у нас файлик подсоединен 4 гигабайта, сколько всего и так далее. Ну, что, еще раз установка удаления программ. Вот таким вот образом. Обновление, проверка на обновление и получаем система обновлена. вот таким вот образом практически вам удастся скачать арчик, разархивировать, установить его на любой раздел жесткого диска по желанию, обновить и пользоваться себе на здоровье. Причем, всю эту проверку я проводил, как говорится, у вас на глазах. Если на вашем железе она не работает, ну, тогда извиняйтесь. Извиняйте. Единственное, что я попрошу всех тех, кому удалось эту сборку установить себе, обновить и так далее, пожалуйста, отпишитесь о результатах проверки. Встала она у вас или нет, работает нормально или нет. Ну, арчик, ну, очень красивый. Вот я много всяких там видел разных арчиков, но этот действительно просто-напросто красивый и функциональный. вот. Ну, ладно. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok